Вы слушаете канал жаж.клаб, о неблагополучной семье. Считают многие, что неблагополучными семьями являются те, в которых главенствует злоупотребление алкоголем, физическое насилие, развратное поведение и прочие порочные явления. Немногие способны согласиться и признать, что в семьях, где в полной мере не принято проявление своих истинных чувств и эмоций, главенствует психологическое неблагополучие. В таких семьях каждый играет свою жасткую строгую роль общения. Здесь не увидишь выражения всего спектра человеческих переживаний, чувств и желаний. Мать, являясь опекуном младенца, с его каждодневным ростом безусловно должна изменять и формат своего отношения к подрастающему ребенку от разговоров, сюсюканей, до общения на равных. Такая гибкость ее поведения дает возможность каждому из членов семьи приспосабливаться и меняться как друг другу, так и внешним обстоятельствам. А там, где семейные роли остаются незыблемыми, отвергается реальность, отрицается сама возможность обсуждения глубинных проблем, чувства спрятаны до такого состояния, что любой уже сомневается в существовании этих чувств. Когда человек утрачивает способность чувствовать самого себя, то он теряет со временем способность чувствовать и других, даже когда приносит душевную боль близкому человеку. Так приходит черствость по отношению и к близким, и к чужим людям. Начинается идеализация самого себя и своей выбранной роли родителя, партнера, друга. И уже известно, какое необходимо собственное поведение, и как обязан вести иной человек. Все, точка, финиш, круг замкнут. Непонимание, отстранение, отчуждение, а порой и жестокость причиняют моральную боль и другим. Такой человек уже не прислушивается ни к иным людям, ни к себе. Но ведь рядом с нами близкие, любимые и родные. У них также есть свои чувства, страдания и переживания. Выписываемая из районной больницы, умирающая бабушка просит свою дочь привезти ее в родной дом и там умереть. Как часто престарелые родители умоляют о такой небольшой, но важной для них просьбе или мечте. Однако роль дочери играет здесь свою постановку. У меня ведь ответственная работа, служебная карьера. Я сильно занята, что оба мне подумают другие люди, сослуживцы, соседи. А у бабушки в больнице случился инфаркт или инсульт. И даже когда она пришла после них в сознание, то снова просит «увези, дочка, меня к себе домой», она дала своему родному человеку последний шанс услышать ее душевный крик. Но, увы, мольба эта осталась без ответа. Бабушка умерла ночью на казенной постели через три дня в полном одиночестве, когда ее дочь еще спала под теплым домашним одеялом, набираясь сил перед работой или службой. О воспитании написаны тысячи и тысячи трудов. Вспомним, к примеру, известного философа Жан-Жака Руссо, который посвятил этой теме много работ. Однако, и это факт, своих пятерых детей он направил в приют. Сам философ говорил, что желает видеть детей крестьянами, здоровыми и телом, и духом, воспитанными в чистом воздухе. Но ведь ему было хорошо известно, что творилось в детских приютах в то время. А Марина Цветаева, наша талантливая поэтесса, какие яркие стихотворные строки своих переживаний созданы именно в те минуты, когда ее младшенькая доченька умирала в таком же приюте, вторая дочь, к счастью, выжила там. К сожалению, человек имеет все же способность не видеть страдания даже близких ему по крови и духу людей, лишен порой чувств сопереживания, понимания, любви. Когда-то выбранная им в начале неблагополучной семейной жизни жесткая роль общения друг с другом дает такие же плоды бездушия, черствости и эгоизма. Продолжение истории читайте на сайте jah.club